Мы представляем Институт нейрохирургии, отделение радиологии и радиохирургии Центра Гомонож Москва, руководит которым профессор Голанов, упоминавшийся сегодня уже. Вообще, конечно, я впечатлен комментариями профессора Москва, словами, что делать, как жить дальше. У нас, поверьте, точно такая же проблема. Это данные, представленные лектой по числу гомоножей, проведенных радиохирургом гомоножей в мире. 300 тысяч практически гомоножей, которые поделены по всему миру, 50% из которых в Японии и в Америке. У нас всего лишь три гомоножа в нашей стране. Текущая тенденция лечения метастатического поражения – это все-таки уход в стереотоксическую радиохирургию. Если во всем мире приблизительно один гомонож на миллион, то у нас один гомонож на 50 миллионов. Что делать? Что-то надо делать, хотя я думаю, что надо, наверное, двигаться вперед и каким-то образом все-таки догонять мир. 86% всех радиохирургий на гомоножей при злокачественных опухоле – это метастатическое поражение головного мозга. Это достаточно большая выборка, большой объем во всем мире существует. Нам очень приятно, что наши данные двух гомоножей, питерского и московского, здесь присутствуют, хотя в достаточно небольшом количестве. На сегодняшний момент времени мы обладаем достаточно большой выборкой пролеченных пациентов с метастазами в головной мозг. И, наверное, пришла пора переходить от количества к качеству. И последние годы мы занимаемся анализом собственного результата. Стараемся представлять на всех конференциях, что мы имеем сейчас в виду по части лечения этой группы пациентов. Целью исследования, которое здесь мы представляем, это установить факторы прогноза общей выживаемости и интеркрориальных рецидивов у пациентов с метастазами в головной мозг после радиохирургического лечения. Очень коротко, у нас на сегодняшний момент более 4 тысячи пролеченных больных. 30% всех пациентов – это пациенты с метастатическим поражением головного мозга. Это достаточно большая выборка, которую мы пытаемся сейчас проанализировать. Да, в ретроспективном анализе, да, третий уровень доказательности, да, не так с точки зрения мира и интереса, но мы должны пройти, наверное, этот путь. Выборку у нас включено 541 пациент, мы его выбрали по причине того, что эти пациенты получили только одно радиохирургическое лечение. Мы исключили пациентов, которые получили комбинированное лечение, операцию, мы исключили пациентов, которые получили облучение всего головного мозга, оставили только ту выборку, о которой в базе данных у нас есть полноценная информация, всего 541 пациент. Характеристика пациентов. Половина пациентов с радиочистительными опухолями – это молочная железа и рак легкого. Чуть больше преобладают пациенты с множественными метастазами. Но это общая тенденция, сейчас отчетливо прослеживается тенденция к множественному метастатическому поражению. Мы это тоже отмечаем и видим. Суммарный объем метастазов приблизительно поровну распределился. Хочу отмечить, что индекс Корновского. 30% пациентов в плохом функциональном статусе. 30%. И вот дефект. Я прям хочу показать. Дефект ретроспективного анзализа только у половины пациента мы имеем данные о состоянии экстракорниальной болезни. Только у половины. Это, естественно, снижает ценность тех анализов, которые мы представляем. Медианная выживаемость приближается к 10 месяцев. Наша медианная выживаемость приблизительно равноценна всем мировым радиохирургическим центрам. Мы не уступаем. Мы эти данные показываем и в нашей стране, и за рубежом. Годичная выживаемость порядка 40%. Двухлетняя выживаемость порядка 20%. Мы всегда говорим о том, что эта группа пациентов можно лечить, можно получать результаты. И также отмечаем, что эта группа пациентов крайне гетерогенна под тем клиническим событием, которые мы пытаемся оценить. Вот те факторы, которые мы включаем сегодня для того, чтобы оценить, влияют эти факторы на общую выживаемость. Их всего 8. Они касаются как числа метастазов, как объема метастазов, как объем максимального очага, морфология. Все они здесь представлены, эти факторы. Мы подходим к анализу традиционно, используя процедуру Капплан-Майера регрессионный анализ кокса, так как это делается во всем мире. Итак, общая выживаемость. На данном слайде представлены результаты как однофакторного анализа, так и многофакторного анализа. В многофакторном анализе факторами, ассоциированными с лучшей выживаемостью, является, конечно, индекс Корановского. Это абсолютно по всем и мировым данным, и нашим данным мы эти данные поддерживаем. Хороший функциональный статус является прогнозом лучшей выживаемости пациентов. Ограниченное метастатическое поражение меньше трех – это фактор лучшей выживаемости пациентов. И, конечно же, экстракраниальная метастаза. Несмотря на то, что у нас половина пациентов не имеет этих данных, тем не менее, статистическое значение экстракраниальных метастазов на общую выживаемость абсолютно четко, достоверно показано. Зачем нам это? Используя эти данные, которые мы имеем, мы можем сформировать шкалу прогноза общей выживаемости. Естественно, любой прогностический положительный балл – это один балл. Отсутствие хорошего прогностического признака – это нуль баллов. И таким образом, три балла имеют пациенты, которые, а, не имеют экстракраниальных метастазов, индекс Корновского больше 80 и число метастазов меньше трех. Это три балла. И противоположная ситуация, когда у пациента есть экстракраниальные метастазы, индекс Корновского – плохой функциональный статус, и число метастазов больше четырех – нуль баллов. И вот мы получаем достоверно расходящиеся кривые общей выживаемости. Совершенно отчетливо понимаем, что в группе три балла медиана вообще не достигнута. Пациенты, которые имеют промежуточный прогноз, то есть два прогностически хороших признака практически двухлетнюю выживаемость, мы реалистично достигаем. И в группе плохого прогноза семь месяцев и ниже – это та группа, которая, конечно, будет вызывать беспокойство в плане дальнейшего лечения. Что касается интеркарминальных рецидивов. На текущий момент времени мы выделяем локальные рецидивы и дистантные рецидивы. У нас локальные рецидивы 18% по всем в целом по группе. Это достаточно хорошие для нас цифры. А вот дистантное метастазирование – 50%. Это одно из самых худших показателей, если сравнивать с теми мировыми данными, которые публикуются. Это отражает либо, а, неэффективность системного лечения, б, либо вообще отсутствие этого лечения. Имея возможность видеть всех пациентов со всей страны, я могу сказать, что большая часть пациентов, одна из самых любимых опций в нашей стране – это наблюдение. Системное лечение у большей части пациентов не проводится. А это, конечно, сказывается на тех результатах, которые мы имеем. Что же является фактором прогноза дистантных метастазов? Опять же, однофакторный анализ в многофакторном анализе практически повторяет, вот так вот удивительно сложилось, практически повторяет те же факторы, которые являются факторами прогноза общей выживаемости. Однако здесь появляется морфология, радиорезистентная морфология, фактор худшего прогноза в отношении дистантных метастазов. Опять же, функциональный статус и число метастазов являются факторами, которые ассоциированы с развитием дистантных метастазов. Аналогично мы повторяем ту же самую шкалу, которая была представлена под тем же самым принципом, которая представлена в отношении общей выживаемости. И мы видим, что группа пациентов, у которых 2-3 балла, имеют более длительное время до развития дистантных метастазов раз. И, во-вторых, выживаемость этой группы больных без дистантового метастазирования гораздо выше, чем у пациентов, у которых есть 0 или 1 балл. Локальные рецидивы. Ну, 18%. В многофакторном анализе здесь представлен анализ по пациентам. В многофакторном анализе только лишь радиорезистентная морфология, ассоциированная фактором более частого и более скорого развития локальных рецидивов. Однако, если мы будем брать по очагам, то совершенно отчетливым прослеживаем тенденцию, что частота локальных рецидивов в группе больше 4 кубических сантиметров при наличии этого очага, более 4 кубических сантиметров, частота локальных рецидивов гораздо выше, что делает условно достаточной радиохирургию при очаге более 4 кубических сантиметров и особенно при наличии радиорезистентной морфологии. Суммирующая таблица. Я не буду перечислять, я просто на те знаки вопроса, которые сейчас есть. Морфология и суммарный объем метастазов предстоит оценить еще и их значимость в общей выживаемости. На текущий момент времени суммарный объем метастазов считается более важным во всем мире, более важным фактором, чем число метастазов. Мы пока эти данные не подтверждаем. Но я думаю, что надо продолжать работу в этом направлении, посмотрим, что из этого выйдет, особенно в проспективных исследованиях. Что касается дистантового метастазирования. Вопрос по поводу экстракраниальных метастазов. Пока мы не подтверждаем важность экстракраниальных метастазов на развитие дистантового метастазирования. Думаю, что это особенность выборки. Думаю, что есть некоторые проблемы в оценке экстракраниального статуса болезни. Работу в этом направлении совершенно однозначно надо продолжать. Что касается локальных рецидивов, то здесь пока все более-менее определенно, Все ясно с отношением факторов прогноза. Я думаю, что нужно проводить анализ в отношении морфологии доза объема. Это тоже нужно сделать. Итак, что же нам это дает и ради чего вообще все это было сделано? Группа хорошего прогноза, промежуточного и плохого. Естественно, в группе хорошего прогноза, кроме тех факторов, когда мы принимаем решение, мы обязательно добавляем, имеются ли резервы системного лечения. И все ли очаги доступны для лечения по радикальной программе лучевой, согласно протоколу РТОК-90.05. То есть наличие этих всех факторов обеспечивает или позволяет нам добиться очень хороших результатов в лечении. Здесь мы будем биться за увеличение общей выживаемости, за улучшение качества жизни. Будем применять здесь только локальное лечение, либо хирургии, либо радиохирургии, либо различные варианты стереотоксической радиотерапии. В группе больных плохого прогноза, когда мы имеем все прогностически неблагоприятные признаки, еще мы здесь дописали отсутствие резервов системного лечения, очень сложная группа. Наверное, у части этих больных мы можем добиться какого-то хорошего результата, применяя какие-то активные методики, но у большей части больных, вероятно, здесь будет симптоматическая терапия. Это прогностически неблагоприятная группа. И такая промежуточная серая зона, это группа промежуточного прогноза, в зависимости от количества прогностических признаков, может смещаться в сторону группы хорошего или в группу плохого прогноза. Здесь, скорее всего, мы будем говорить о комбинированном лечении, о локальном лечении в комбинации с облучением всего головного мозга, или, возможно, только о локальном лечении. Она требует, конечно, дальнейшей дифференцировки. Планы. Конечно, необходимо продолжить подбор клинических факторов. Этим надо заниматься, факторы надо выявлять, включая и иммуногистохимический параметр. Это совершенно однозначно. Мы, например, отчетливо видим, что лучшая выживаемость при хердванию позитивных раках. Мы видим значение баров мутаций в случае, если назначается таргетная терапия, конечно. Следующее. Оценить эффективность лечебных опций. Зачем мы эти прогностические группы создаем, чтобы в каждой группе оценить или ту или иную опцию, или комбинацию этих опций с точки зрения тех событий, которые мы изучаем. И цель, конечно, это стандартизация лечения пациентов этой группы. Спасибо вам за внимание. У меня все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.